Подводились итоги в Государственной Думе вчера, и мы приняли огромное число законов, несмотря на пандемию, у нас все время было очинное заседание, у нас не было дистанционных заседаний, принято 530 законов, ну просто я так всегда говорю, смотря какие законы. Если по принципу мы их душили, 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 то тогда в принципе нормальные законы были приняты. Один пример, вот вам возьму заседание 23 декабря. Оно очень показательно, и в повестке дня был 61 вопрос, из них 5, 9, 10, 11, 14, 15, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, нарушает права граждан. Речь идет о митингах и шествиях, речь идет о законопроектах, связанных с работой в соцсетях, связанных с работой в интернете, связанных с избирательными правами граждан о проведении выборов. И если вот просто общая картина, то митинги, шествия, любое собрание граждан, больше одного человека, провести будет невозможно. Теперь местное самоуправление, ну допустим город Саратов, будет определять на 1 мая и на 7 ноября, это ярко приводились примеры, разрешить нам провести шествие или митинг. Вообще разрешать ли? Плюс ужесточение штрафных санкций за митинги до миллиона рублей и посадка, срок посадка на 2-4 года. Поэтому в моем выступлении было, я очень переживала, хватит ли у нас тюрем, потому что судя по тем законам, 10 законов, которые приняты, там, то есть всем сидеть и не выходить уже. То есть это настолько все было жестко, без фактических объяснений. Ну я тоже подводя это уже за год, мы, что можно сказать, что, ну я возьму ближе по второй половине года, только по последнее время. Ну удалось буквально в последнем месяце нам завернуть серьезные два антинародных законопроекта. Это первое, которое позволяло Единой России, губернатору точнее, скажем так, губернатору поднять стоимость капремонта для населения. Вот. Поскольку в сентябре он этого не сделал, а в декабре у него уже не было прав. И предполагалось дать ему эти права на нашей фракции, путем в том числе даже вот Демарша на комитете, удалось остановить этот законопроект. Ну благодаря этому мы надеемся, что еще целый год население у нас и без того с низкими доходами, но все-таки будет меньше платить за капитальный ремонт. Второе, это закон, который, ну тихой сапой они попытались протащить и далеко не многие из населения понимают суть этого закона, он гораздо более страшный. Это закон, предполагающий, что реформа, ну начало реформы системы образования. Ну и в частности, в соответствии якобы с приведением с федеральным законом, передавать на местное самоуправление, на бюджеты местные, содержание школ. То есть учителей содержит регион, а содержание самих зданий, работников этих, которые отвечают за эти здания, передать на местные бюджеты. При этом деньги планировалось передать только на первые три месяца, и то не в полном объеме, как это отдам, потом половину может быть. Вот с такой схемой, ну это что означало, потому что, ну можете представить, как в селах, например, если им на баланс передают школу, автобусы, истопников, котельные, все, кто там с этим связано, ну какие там у них бюджет, у них бюджет хватает, в лучшем случае там на бумагу. Вот, это означало, что это либо с родителей все будет собираться, либо постепенно это будет все сворачиваться. Охрана, уборка, перевозка детей, все, закупка новых автобусов, все это дальше свернулось бы. Вот мы всегда говорим, что работая на опережение, прислушивайтесь к нам. Вот вообще тот министр ПАД, депутата ПАД, я уже тоже на нашей позиции фракции, Думу опускаю вообще до нижайшего уровня, люмпинизируют вот этот депутатский состав, ну, вдумайтесь, мы, конечно, говорим, что они не господа Капкаевы, там, семенцы, и же с ними никогда не работали на пользу населения, но они хотя бы обладали каким-то весом, каким-то авторитетом, там, ну, сейчас же, опытом, по крайней мере, ну, как минимум, они его использовали не туда, но хотя бы понимали, что они делают. Сейчас же туда приходит, ну, такой уровень, который, ну, иногда мы и знать, не знаем, вообще она, голос-то у нее или у него, какой голос-то хоть, это вот абсолютные подъемы, знаете, вот раньше были такие чик-чик-чик-чик игрушки деревянные, вот они раз-раз-раз-раз-дернули, они раз подняли, раз опустили. Вот, мы думали, что туда сейчас придут бойцы, которые будут давать нам отпор, ну, что-то, вот, как-то вот у них, и даже с этим не складывается, в общем, огромный дефицит, то, что они натворили сейчас со строительной отраслью, то, что сейчас творится в этом Думе, в связи с этим, вот я как бы заместитель представителя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, это, ну, просто дичайшее падение уровня работы над документами, дичайшее падение, вот я такое слово даже, вот, не совсем литературное, применяю вообще законотворчество, что изменилось, вот, в последнем, я, конечно, понимаю, что тот же Песной тоже работал на Единую Россию, но там был профессионализм, там было видение, и там можно было реально с этим работать, но то, что сейчас, вот, в последнее время, одна смена руководства, что стоит, ну, практически парализовала работу Думы. Мы видим, как из-за коронавируса, из-за вот этих, значит, эпидемий усугубились противоречия внутри общества, по нашему примеру, мы видим, как за 2020 год наши интернет-ресурсы увеличились более чем в два раза, где услышат правду, где услышат альтернативную точку зрения в интернете, и мы видим, как вот эта блогосфера за 2020 год очень серьезно приросла сторонниками, соратниками, ну, и власть, конечно, должна на это реагировать. Собственно, я не очень понимаю, как теперь вести нашу интернет-работу, учитывая ваш объем законодательных инициатив, которые перечисляла Ольга Николаевна, потому что за каждую из этих инициатив будут последствия, полная блокировка интернет-ресурсов. Продолжение следует...